Привет, друзья! Вы на моем YouTube-канале и сегодня мы с вами говорим про диеты. Почему диеты у кого-то работают, у кого-то не работают и как быть по поводу диет. Нужно ли заходить в какие-то food map, carnivore, keto, low carb. В общем, все диеты направлены либо на устранение симптомов проблемных зон в организме из разряда синдрома раздраженной кишки, либо на нарушение, например, альцербация, например, или какие-то другие физиологические нарушения. Либо это диеты, которые подразумевают определенный стиль жизни, в котором вам комфортно либо снижать вес, либо поддерживать гормональное здоровье и так далее. Я скажу свое мнение по поводу всех диет, что я думаю про вообще диеты. Все диеты, которые существуют, это временная история ограничения. Почему я так думаю или считаю? Потому что каждый-каждый божий день мы сталкиваемся с разными минеральными питательными веществами, которые на следующий день могут создавать те или иные трудности в нашем организме. Что я имею в виду? Вода, чай, кофе могут влиять на кислотность. На кишечник, на всасывание. И сегодня гастрит, завтра калит, послезавтра повышенная кислотность, пониженная. И в соответствии с этим очень глупо будет придерживаться какой-то диеты. Например, если вам запрещены, грубо говоря, овощи, а тут вам нужна щелочная среда, и вы это не добавляете. Или, например, вы придерживаетесь кето и понимаете, что вам плохо, но вы же вроде бы скидываете вес. Почему отказываться? Другой момент. Диеты очень часто приводят к срывам. У меня уже слово диета ассоциируется с каким-то срывом. Именно поэтому люди, у которых есть вопросы с диетами, часто заходят в никуда. Еще один вопрос про диеты и сопутствующие состояния. Что я хочу сказать? При гипотириозе и проблемах, например, с щитовидкой, инфекциях, каких-либо проблемах всасывания, я не рекомендую диеты. Вы не знаете, сколько чего на самом деле содержится в тех продуктах, которые вы покупаете. То есть элементарно производитель может заявлять одно, а выйдет совершенно другое. И потом вы можете терять те минералы, которые вам нужны. Кальций, цинк, железо, марганец, хром, олибден, куча всего. И мое отношение к диетам очень-очень паскудное. Скажу, что по жизни, если вы будете переезжать, будете куда-то там временно менять место жительства, вам придется подстраивать все под. И если вдруг в какой-то день вы нарушили свои углеводы, вам придется снова заходить в эту историю. Поэтому моя рекомендация тех, кто меня смотрит, тех, кто меня знает, это подобрать стиль питания, который в принципе соответствует потребности вашему организму. Это значит физическая активность, это значит интеллектуальная активность, это значит стабильный сахар обязательно. Задача диеты держать вас в здоровье. Что это значит? Это значит стабильный сахар уровня в крови, отсутствие дефицитов глобальных по железу, особенно для женщин гемовому. И хорошее настроение и состояние. Вот и все. У нас у всех, я не знаю ни одного человека, у которого все хорошо с пищеварительным трактом. Не знаю. Будь что юрист, программист, сам гастроэнтеролог или кто-то другой. Все зависит от всего. Грубо говоря, от среды, от воды и от тех же самых микроэлементов. Вот и все. Пишите свои мнения, на каких диетах были вы и как вы в них себя чувствовали. У меня было сегодня две клиентки, которые после кета ушли в срывы по углеводам. Были две клиентки на той неделе, которые после ПП ушли в такое ТТ, что хочется о другом. Вот это правда жизни.